Этот ролик будет актуален как минимум еще до середины 2024 года, а может быть и больше. Сегодня мы с вами поговорим, какие портативные консоли лучше выбрать, а какие можно проигнорировать, ну или хотя бы принять к сведению, что это не лучшие варианты. Айу, с вами Трэнди, лайки, подписки и давайте сразу к делу. Безусловно, когда мы с вами говорим про портативные консоли, в голову в первую очередь приходит Nintendo Switch. Ну потому что они так скажем дали вторую жизнь этим портативным консолям, в том числе и стимдеку и всем аналогам на винде. Но как бы в 2024 году возникает некая проблема с Нинтендой, ну хотя я бы не назвал этой проблемой, должен выйти Nintendo Switch 2. И возникает резонный вопрос, а вообще стоит ли тратить свои деньги на обычную Nintendo Switch или можно подождать. И тут я вам скажу, что если вы хотите поиграть, то однозначно стоит брать Nintendo Switch. Правда тут есть несколько моментиков, на которые стоит обратить внимание. Понятное дело, что если вы супер богатый человек, вы можете пойти и купить себе самый дорогущий OLED какую-нибудь коллекционочку и вообще не париться. Ну а если вы человек, который немножко как бы экономит денежку и думает все-таки приобретать или не приобретать консоль, то я бы вам все-таки советовал присмотреться к Nintendo Switch Lite. Вообще желательно к бэушному Nintendo Switch Lite. Я уже сотни раз говорил о том, что рынок вторички Nintendo Switch перенасыщен. И там дофигища вариантов в разных регионах России. Возможно у вас в городе не будет супер дешевого Nintendo Switch Lite за 10 тысяч рублей. Но авито доставку вообще никто не отменял. И вот как раз вот эти дешевые Nintendo Switch Lite там за 10-11 тысяч рублей идеальнейшим образом закрывают вопрос с тем, стоит ли покупать консоль или нет. Тратив всего лишь 10 тысяч рублей, вы получаете доступ к огромной библиотеке Nintendo Switch, которая скопилась за все эти долгие 6 лет получается. Там и куча зельд вам на любой вкус и цвет. И зельд Ботва, и зельда Тирс оф Зе Киндом, и зельда Линкс Эвакенинг, и не дай бог Хайрул Вариорсы, и еще дофигища всего. Также по Марио там огромная коллекция. Целая серия Байонеты присутствует на Nintendo Switch. Ну а количество мультиплатформы уже даже сложно сосчитать. Понятное дело, что там нету супер, трипл и игр современных, там типа Киберпанка, какого-нибудь Ласт О' Васса и тому подобное. Но как минимум в Хогвартс из современного вы поиграть сможете. И если кто-то сейчас посмеялся, ха-ха-ха, Хогвартс Легаси, нет, его в последнем обновлении более-менее починили. Играть, конечно, немножечко больновато в открытом мире, но тем не менее. Nintendo Switch все еще показывает чудеса, еще со времен Ведьмака Третьего. Ну и плюс к этому Nintendo Switch сейчас вообще ни капли не проигрывает остальным, так скажем, аналогов в плане бюджетного гейминга. Да, вы безусловно можете наслаждаться официальной прошивкой, покупать игры с помощью кодов оплаты, ссылочка на которые в описании. И вообще не париться, там на Nintendo Switch бывают просто какие-то невероятные распродажи. Опять же ссылочку на мой сайт Trendy Shop, где можно отслеживать скидки, оставил в описании. Там переходите, смотрите, там реально можно за копейки игры покупать. Но при этом, если вам нафиг не нужен онлайн, если вы готовы заморачиваться там со всякими разгонами, переводами, установкой игр с компьютера, с периодическими зависаниями консоли, со сложным процессом обновления, то вы можете на тот же Nintendo Switch Lite за 10 тысяч рублей поставить какой-нибудь чип, там в разных регионах по-разному, там от 5 до 7 тысяч рублей мастера за это берут. И все, и наслаждаться всеми играми со 100% скидками. И если кто-то скажет, что онлайн есть в том числе и на чипованных консолях, то я вам скажу, что в последнее время это не 100% факт, потому что люди отлетают в баны. Понятно дело, что не все, но такое бывает, и в прошивке там творится какой-то актон, потому что то добавляют в сами сток, то убирают в сами сток, то оставляют только в фулл сток, то еще какую-то фигню. Я уже запутался на самом деле в этом всем, поэтому я еще раз вам говорю, если вам нужен онлайн и в том числе и 100% скидки, то берите две консоли отдельно. Ну а если у вас бюджет не так сильно ограниченный, вы не так сильно боитесь потерять чуть больше денег при появлении на рынке Switch 2, то я бы на вашем месте рассматривал уже покупки Nintendo Switch OLED. И они периодически появляются на каком-нибудь озоне там или на Алиэкспрессе новые за 22 тысячи рублей. И я бы на вашем месте рассматривал именно так, что либо самый дешевый Lite, либо уже OLED. Потому что вот все что посередине, это особо не имеет смысла, но реально OLED стоит там 23 тысячи рублей, вторая ревизия там 20 тысяч рублей и новый Lite там 16 тысяч рублей. И это на самом деле слишком маленькая разница в деньгах, тут реально есть смысл переплатить и получить именно OLED, потому что у него и экраны ярче, насыщеннее, вкуснее, его прям облизнуть хочется. У него и Wi-Fi лучше ловит реально, у него дальность намного лучше, у него батарея держит дольше, у него ножка удобнее, да и в целом он красивее. Единственная причина, почему вы можете отказаться от OLED, если отбросить денежный вопрос, то это шим. Да, экран шимит неимоверно, потому что я не знаю каким образом Nintendo его выбирали. С одной стороны он вообще не выгорает, ну вообще не выгорает, там годами его можно включенным держать. Но с другой стороны шим просто невероятный. Тут как бы смотрите сами, я очень долго владел телефонами от Samsung, так что у меня глаза в этом плане не чувствуют шима, поэтому мне пофигу. А так в целом платформа, во-первых, вам дает поиграть в огромное количество игр на любой вкус и цвет, хоть эксклюзивы Nintendo, хоть мультиплатформа, хоть стрелялки, хоть бородилки, хоть метроидвани и тому подобное. Вообще на любой вкус и цвет библиотека огромная скопилась за эти годы. Плюс к этому консоль, как ни крути, ликвидная, если вы ее не берете там вот в этих крупных сетевых магазинах, а берете там на авито или где-нибудь на алиэкспрессе заказываете, то вы ее сможете продать, ну с супер небольшой потерей денег. Вот почему типа лайты 10-11 тысяч рублей на авито стоят, а потому что они очень часто по распродаже новые типа стоят там 13, 2000 рублей потери это не так много. Плюс к этому Nintendo в отличие от других все еще продолжает очень много печатать картриджи и вторичка ими тоже завалена. И плюс еще они тоже ликвидные, то есть вы купили картридж условно говоря за 2000 рублей, прошли игру полностью и вы также за 2000 рублей этот картридж можете продать. То есть экономия может быть максимальной на платформе. И плюс к этому, это максимально долго живущая портативная консоль в AAA играх, то есть в того же Ведьмака, ну часа 3 вы можете поиграть на Оледе, может быть даже больше не знаю. Ну а если говорить опять же про Nintendo Switch 2, ну когда он появится на полках в магазинах? Ну дай бог к концу 2024 года, а в России наверное и где-нибудь уже в 2025 году. За это время вы наиграетесь в WoW, а на Nintendo Switch 2 вы перенесете всю свою библиотеку с обычного Nintendo Switch, если вам он конечно понравится, и продолжите играть уже там. А старый Nintendo Switch, ну либо на полочку поставите, либо продадите, опять же с не очень большими потерями. Все, надеюсь на этом вы меня услышали, что берем либо уже самый дешевый Nintendo Switch Lite, либо уже Nintendo Switch OLED. Следующая портативка, которая безусловно после Nintendo Switch приходит всем на ум, это Steam Deck. И вот тут вопросик немножечко сложнее, потому что у нас с одной стороны есть супер дешевые варианты на 64 гигабайта, на рынке там за сколько? За 40 тысяч рублей, может быть даже дешевле. Блин, я посмотрел, даже за 36 тысяч рублей продают в Steam Deck, то есть у вас выбор, либо за супер дешево, за 36 тысяч рублей купить вот этот самый дешевый Steam Deck, там еще тысячи за 4 поменять себе SSD, получить там 512 или терабайт памяти. Либо уже за 65 тысяч рублей, ну плюс-минус, потом цены будут снижаться и мои ставки, что они будут в районе 60 тысяч рублей, получить уже Steam Deck OLED. И тут очень сложный вопрос, потому что, ну разница в цене 20 тысяч рублей, но при этом Steam Deck OLED во всем лучше. И у него как бы уже встроен SSD на 512 гигабайт и вам париться вообще не нужно. Тут я вам скажу так, безусловно Steam Deck OLED стоит своих денег, безусловно он лучше, чем первая ревизия, у него лучше экран, у него меньше нагрев, у него большее время работы, у него лучше сборка, да, они видимо научились наконец-то собирать Steam Deck'и, у него лучше тупо все, единственное шим конечно огромный, а во всем остальном он тупо лучше, но при этом так скажем первая итерация Steam Deck'а вообще ни разу не отменяется. Это все по-прежнему отличное устройство, единственное что скажу, конечно очень сильно зависит от того, выиграли вы в кремниевую лотерею или нет. Если выиграли, то это чудесное устройство, на котором вы можете кайфовать, ну а если проиграли, ну грустненько конечно. Кто не в курсе, я сейчас говорю о том, сможете ли вы нормально брандервольтить, консоль разогнать, память и так далее и тому подобное. В стоке конечно Steam Deck тоже норм, но вот при всех андервольтах и разгонах памяти он конечно становится намного лучше. И вот тут я наверное сформулирую так, если вы хотите максимальный комфорт из коробки, то уже смотрите в сторону Steam Deck OLED. Если вы хотите максимально бюджетный вариант и готовы заморачиваться, то берите обычный Steam Deck. Но по факту Valve тупо переиграли сами себя, и если мы с вами рассматриваем 512 гигабайт LCD дисплей, либо 512 гигабайт OLED, то безусловно побеждает OLED, потому что он во-первых дешевле за ту же память, да, во-вторых там экран просто пушка по сравнению с самым-самым-самым дешевым дисплеем в обычном Steam Deck. Там плохо откровенно все из коробки. А новый Steam Deck мало того, что обладает OLED матрицей, так у него еще и сенсор лучше, так еще и сверху они HDR туда бахнули. Я вот на портативном мониторе играю, и я вам скажу, что OLED плюс HDR это вообще разрывака. Я сейчас только на маленьком 13-дюймовом экране за 11 тысяч рублей играю, потому что вот на большом экране картинка тупо хуже, хотя он больше, типа он ярче, наверное, еще что-то. Но HDR плюс OLED вообще решает, даже я бы сказал больше именно HDR решает, чем OLED. Хотя фиг знает, вот сочетание это вообще пушечка. Так что для меня лично переплата за Steam Deck OLED даже там 20 тысяч рублей, это вполне себе оправданно. Но я безусловно с вами соглашусь, что и обычный Steam Deck это тоже пушка. Ну а если сравнивать по бюджетности гейминга Steam Deck и Nintendo Switch, то если рассматривать только покупные игры, то Valve, конечно, тут выигрывают, потому что у них в Steam скидки больше игр, дешевле, тем более в Казахстане. Сейчас просто Казахстан самый выгодный регион, ну и если что, коды оплаты для Казахстана в описании. Ну и там же можете найти коды оплаты для Турции и для Аргентины, но теперь эти регионы не такие успешные, так скажем, в этом плане. Плюс еще в Steam, если игра не понравилась, ты можешь просто вернуть за нее деньги, это очень удобно. Но в то же время, как бы это странно не звучало, игры со стопроцентными скидками гораздо проще ставить на чипованный Nintendo Switch. Там ты просто на ком себе все скачиваешь и потом через специальную программу записываешь себе это все на Nintendo Switch и играешь. На Steam Deck же все гораздо сложнее, там протоны надо прокинывать, экзешники по-особенному запускать, то есть это все нифига не просто. Но там, конечно, в Steam гораздо дешевле и экосистема Steam гораздо более продуманная и гораздо более удобная, чем нинтендовская. Поэтому я уже давным-давно забил на бесплатные игры на Steam Deck и все тупо покупаю в Steam, потому что это дешево, это удобно и есть синхронизация с большим компьютером. Поиграл тут, поиграл там, у вас все это синхронизировалось, кайфушечка. И если супер кратко тут подводить итог, то скажу так, если у вас уже есть обычный Steam Deck, то обновляться на OLED не обязательная задача, просто будет чуть приятнее, да? Если у вас еще нет Steam Deck, и вы думаете брать, не брать, брать сейчас или подождать, то я бы на вашем месте все-таки дождался, когда появятся OLED в свободной продаже, вот доступные там на Авито или на каких-то маркетплейсах. И вот купил именно OLED, если у вас позволяет бюджет. Если у вас ограниченный бюджет, то безусловно идите берите себе на 64 гигабайта Steam Deck, пока они еще остались в продаже. Теперь такой небольшой блок про PS Vita, 3DS, PSP и тому подобные старые ретро консоли. Тут я скажу максимально кратко. Эти консоли можно покупать только людям, которые знают, что они берут и что они хотят от этих консолей. Например, на той же PS Vita огромное количество игр, и она, например, не эмулируется ни на ПК, ни на Steam Deck. Да, конечно, сама PS Vita эмулируется, часть игр эмулируется, но вот так скажем, те немногочисленные эксклюзивы имеют некоторые проблемы в эмуляторах. Они практически неиграбельные. Так что, если вы знаете, что вы хотите от этих консолей, то берите их. Но так типа побаловаться я бы особо не стал рассматривать эти консоли, потому что они все сейчас дорогие. Что PS Vita, что PSP каких-то космических денег стоит, про 3DS я вообще молчу. Реально, этот ретро-гейминг уже чуть ли не дороже, чем современный гейминг. Брать только тем, кто именно стремится купить именно вот какую-то эту ретро-консоль. Так просто для баловства не надо. Ну и теперь, наконец-то, последний блок в этом ролике. Это виндусовские консоли. Ну как консоли, ну типа ПК-консоли, портативные ПК. Короче, вот все, что выходит на Windows. И тут я вам скажу, так, есть два самых нашумевших представителя. Это Asus ROG LI и Lenovo Legion Go. Я попробовал и ту, и другую, и скажу, что их особо сейчас вот рассматривать не стоит. Потому что вот Legion Go сделан вроде и неплохо. Но с другой стороны, там им дорабатывать и дорабатывать еще софтовую часть миллиард лет. Они, конечно, постоянно выпускают обновления, там все дорабатывают. Но реально, нужно ждать. И желательно какую-нибудь вторую ревизию этого Legion Go. Гоа. В отпуск мне надо слетать, наверное. Asus ROG LI это вообще куром на смех. Реально, можно только рассматривать это как бюджетный ноутбук для работы дома. Ну потому что, ну типа час работы. Реально, час. Там даже в не самых требовательных играх, ну полтора, может быть час пятьдесят вы поиграете. Час работы у устройства. Это реально уже ноутбук. Это не портативное устройство. Это то устройство, которым вы будете пользоваться рядом с розеткой. И если вам нужен бюджетный условно ноутбук, то берите. Реально, относительно всего остального на рынке это стоит дешево. Оно как бы реально работает лучше, чем ноутбуки за те же деньги. Вы реально можете поиграть в современные игры. Да, у вас во многих играх будет фризить, потому что оперативка говно. Но ее мало, SSD-шка постоянно забивается, а microSD-шку поставить невозможно. Вот и приплыли, короче, не поиграть. Но если вы шарите за тотальную настройку винды под игры, то можно и рассмотреть такой вариантик. А вот если прям по-серьезки рассматривать портативную именно консоль на винде, то нужно присматриваться к вариантам на 32 гигабайта. Я своими ручками тестил только GPD-Win 4. И только за эту консоль я могу говорить. Вот реально, не преувеличивая, не преуменьшая, это кайф. Вопросики, конечно, есть к поддержке, к долговечности этого устройства. Но, правды ради, вот именно GPD-Win 4 получилась супер удачной. Настолько удачной, что GPD не стали отказываться от этого дизайна, от этого форм-фактора. И вот новую итерацию, так скажем, тоже назвали GPD-Win 4, но засунули туда новое железо. Оставишь все остальное то же самое. Ту же клавиатуру, тот же экран, те же кнопки. Просто вот внутренности поменяли. Там оперативку поменяли, проц поменяли, видеочип поменяли. Это все в сборе, короче, идет. Но вы поняли. Но проблема в том, что как бы GPD еще на этом заработать нужно. А соответственно, у вас устройство сразу стоит, типа, подкосарь баксов на 32 гигабайта. Да, на 16 гигабайт оперативки вы можете взять там за 55-60 тысяч рублей. То есть за те же деньги, условно говоря, что и Asus Rock Li. И получить плюс-минус те же ощущения от игры, что и от Asus Rock Li. Только у вас будет выдвижная клавиатура полноценная. У вас будет трекпад. У вас будут нормальные стики. У вас будет экран с вертикальной синхронизацией, который расположен правильно, горизонтально, а не вертикально. Кто не в курсе, на абсолютном большинстве портативок, в том числе и на Steam Deck. На самом деле стоит вертикальный экран. И он, типа, переворачивается. Поэтому вертикальная синхронизация в играх у вас особо работать и не будет. А вот на GPD Win 4 у вас стоит горизонтальный экран. И опыт игры будет гораздо приятнее. Но если вам не нравится GPD Win 4, можете рассматривать любую другую консоль. Именно на 32 гигабайта оперативной памяти. Потому что ну винда жрет эту оперативку как не в себя. Плюс еще у вас видеочип забирает себе видеопамять именно из оперативки. И загвоздка в том, что проблемы с оперативкой вы не сможете решить с помощью файлов подкачки. Я пробовал всяко, комбинировал там всякие приколюхи, но не работает. Так что если вы по-серьезки хотите себе виндусовское решение, то либо берите Steam Deck, опять же, OLED, да, у которого и сенсор нормальный. И там уже всякие поддержки этих трекпадов появились. И дрова нормальные завезли и все такое. Но производительность в винде не супер крутая. Гораздо лучше на SteamOS производительность. Не во всех играх, но в большинстве игр. Ну, либо рассматривайте уже дорогие варианты, там за 90, за 100, за 110 тысяч рублей на 32 гигабайта. Хотя, правды ради, те же GP9-4 можно, я видел, и за 75 тысяч рублей на вторичке найти на 32 гигабайта. Но это прям единицы их продают. Во-первых, потому что их в принципе мало людей купило. А во-вторых, потому что ну оно работает, работает отлично. Во всех играх 60 кадров. Батарея держит нормально. Все очень удобно. Ну, не считая хвата, там надо на 3D принтере, типа, джойстик распечатывать. Ну, либо покупать где-нибудь там на Алиэкспрессе или на Азоне. Ну, короче, вы поняли, что я тут размусолю. В виндусовских портативных консолях вам нужно именно 32 гигабайта, не меньше. Ну, вот я вам и рассказал о лучших представителях портативного гейминга. Это Nintendo Switch Lite. Это у нас Steam Deck OLED. И это GPD Win 4. Ну, или аналоги на 32 гигабайта. А дальше уже выбор за вами. Если вам нужна максимальная простота и максимальная компактность, то это Nintendo Switch. Если вам нужен супер универсальный комбайн, в котором мега интересно разбираться и открывать его новые грани, то это Steam Deck. Ну, и плюс еще синхронизация через Steam со всеми играми, сохранениями. Поиграли на Steam Deck, поиграли на ПК, все синхронизировалось, уже не раз рассказывал. Короче, вы поняли. Плюс там множество эмуляторов, максимально нативно поддерживаются. И еще много-много-много всяких плюшек. Ну, а если вам нужна понятная система, на которой вы сидите уже многие десятилетия и хотите играть там во всякие фортнайты, то это вам что-то на винде. Но это капец как дорого. То есть, вы понимаете, какой огромный разброс. Минимальный вход в портативный гейминг, это Nintendo Switch Lite за 10 тысяч рублей. А максимальный вход в портативный гейминг, это уже 100 тысяч плюс на винде. Кошмар какой, какая огромная разница. Ну и конечно, в комментариях я жду ваше мнение, что вы лично выбрали, или вот после того, как посмотрели этот ролик, что вы для себя решили, какую портативную консоль вы будете брать или уже взяли и почему. Мне кажется, это тоже поможет вот другим людям, которые ищут ответы на свои вопросы, определиться с выбором. Еще раз напомню про лайки, подписки, что в описании есть ссылочки на мои магазины по продаже кодов оплаты хоть для Nintendo, хоть для Steam, хоть для PlayStation. Ну и сейчас на экране самые классные люди, которые поддерживают меня на бусте больше, чем на 750 рублей в месяц. Огромное вам спасибо за столь щедру поддержку, это крайне сильно мотивирует меня снимать видосы. Ну а на этом у меня все, всем огромное спасибо, всем удачи и пока.